Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте истории. Если у вас есть какие-то мысли, мнения по поводу наших прошлых программ, звоните. Мы готовы возобновить любую тему, которую обсуждали до этого. Статус нашей сегодняшней передачи особенный, и я думаю, что вы это понимаете или догадываетесь. Она такая предновогодняя. В этом году мы больше уже не увидимся, по крайней мере, вот так в прямом эфире. И, может быть, сегодня время для каких-то тоже таких особых историй, особых по статусу. Я не знаю, какие это будут истории. Ну, в общем, сделать вид, что Нового года не существует, мы с Еленой, ну, я, по крайней мере, не мог. И он, ну, он везде. Он везде на улице, он везде в холодильниках, в разговорах. Ну, в головах. В головах, да. В головах, да. Да, и, ну, в общем, в психотерапии, в психологии, в консультировании он тоже бывает, естественно, каждый год. И вот я сейчас сидел и думал о том, с чего, может быть, начать. Я подумал, что это нелегкое время для тех людей, которые находятся в психотерапии, ну, так сказать, сидящих анатомы на другом кресле, я имею в виду, как для специалистов, так и для людей, ну, для пациентов, для клиентов, которые приходят. Вот, это такое особенное время, и я думаю, что, ну, масса историй может быть рассказана. Ну, так вот, если первые особенности, которые вспоминаются, которые приходят в голову, ну, во-первых, на это время очень часто консультации, психотерапия прерывается. Ну, на неделю, на две недели, потому что это праздничные какие-то дни, потому что, в общем, не всегда люди, которые ходят на консультации, не всегда ждут это с легким сердцем. А наоборот, с тяжелым, да, в течение какого-то времени специалист будет недоступен, особенно если никаких контактов с ним нету, потому что отдельные терапии есть, где специалист, например, предлагает свои контакты, да. Вот, и у некоторых людей возникает тревога, а как я буду справляться, а как вдруг что-то произойдет, да, куда мне бежать. Еще одним таким, еще одной такой трудностью является то, что люди, которые и так ходят и заявляют в качестве проблемы, ну, такое человеческое одиночество. Да, они перед Новым годом еще более одинокими себя иногда чувствуют, еще больше, ну, потому что все разойдутся по семьям, мой психотерапевт тоже где-то будет там сидеть, ну, как я фантазирую, да, в своей семье. А я буду встречать один, а я очередной раз столкнусь с тем, что у меня, может быть, нет друзей или их очень мало, что, ну, в общем, это, я так начинаю, ну, можно сказать, с тревожного, с беспокойного, да, с сегодняшнюю передачу. Ну, а может быть, если не про тревожное, откройте немножечко нам дверь в вашу кухню психотерапевтическую, у вас большая практика, вы как-то отмечали или отмечаете Новый год со своими пациентами? Именно с пациентами? Да, ну, я имею в виду в рамках вашей работы, то есть как-то этот праздник обозначается? Ну, вот это тоже еще одна из, в общем-то, трудностей. Я знаю, что, ну, я буду и от себя, и от коллег, может быть, говорить, трудность еще заключается в том, что Новый год – это время подарков. Да. И я знаю, что есть большая часть, ну, уже не секрет, что как таковой психотерапии или там психологического консультирования в едином буквальном смысле нету. Это всегда происходит или обычно это происходит в рамках какого-то, ну, какого-то течения. Это психоаналитическая психотерапия. То есть каждый раз, когда вы приходите, даже если вы ничего про это не понимаете, и, в общем, ну, не должны понимать, каждый раз, когда вы приходите за помощью, вы практически всегда попадаете в ситуацию, когда ваш специалист принадлежит какой-то школе, ваш будущий специалист. Что это значит? Он либо психоаналитик, он либо гештальтерапевт, либо он когнитивно-поведенческий терапевт, либо он там расстановщик, либо он все собрал воедино и сказал арт-терапевт, да, песочный терапевт, карты Таро, ну, все что угодно. Ну, который будет вас тестировать в каждое занятие и вот что-то вам рассказывать про вашу личность. Ну, это тестирование тоже будет в рамках какой-то определенной парадигмы, какого-то определенного подхода и понимания человека, да. Это тестирование же может быть в рамках даже научной модели, научно-медицинской модели, а это может быть тестирование в рамках эзотерической какой-то модели, да, вам предлагают какие-то, но я про это плохо знаю, поэтому тут так оставлю. Так вот, возвращаясь, и в большинстве таких встреч, в большинстве терапевтических отношений, ну, обычно история с подарками проговаривается или должна бы проговориться, да, ну, потому что... То есть должно обозначаться правило, вы подарков мне не дарите и я подарков вам не дарю, это так? Ну, по большому счету да, по большому счету да, но каждый раз, когда это правило обозначается, ведь есть люди, которых правило только раззадоривает, есть люди, которые успешно забывают правило, ну, например, через полгода они говорят, а что, мы правда об этом договаривались? Или они, например, говорят, ну, ладно, бросьте, неужели... Ну, хорошо, я понимаю про подарок, но неужели Новый год не может быть тем... Исключением. Исключением. И он уже... Да, человек уже сидит с подарком, он уже поставил его на стол своему специалисту, да, там, вытащил из сумки, еще куда-то. Вот, и возникает такая новогодняя ситуация, в которой, ну, как-то с этим подарком... Этот подарок становится центром, ну, какого-то внимания, центром разговора, да. Мало того, по этому поводу много может быть соображений у обоих людей, которые вокруг этого подарка встречаются, да. У терапевта, может быть, и, скорее всего, возникнет желание вплести подарок каким-то образом в терапевтический процесс. Ну, потому что, что значит подарок? Ведь подарок что-то значит, да, по крайней мере для специалиста. Для человека, который приносит, очень часто подарок ничего не значит, кроме того, что он подарок. Ну, я хочу... Новый год, все дарят друг другу подарки, я хочу подарить вам подарок, да. Ну, это банка кофе, я не знаю, там, коробка конфет, книжка, елочные игрушки, ну, мало ли что, да. Это кто что как себе понимает. Вот. От души, как говорится. Иногда этот подарок или часто, в общем, является и носит такой символический характер и для самого пациента. Другой вопрос, организуется ли общение вокруг этого подарка, примет ли специалист, откажет. Ну, в общем, здесь много разных историй есть по этому поводу. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, я хочу задать вопрос. Может быть, позвоните и скажите, как вы считаете, стоит ли специалисту дарить подарки, или это вообще категорически запрещено в этих отношениях? Было бы интересно узнать мнение наших телезрителей. Да, мне тоже интересно. Учитывая то, что если говорить о платной психотерапии, она в основном все-таки платная, да, то ведь человек и так, ну, финансово вкладывается, да, и так он платит своему специалисту, там, за то время, ну, да. Вот, и подарок, он же тоже материальный, вечный характер носит, он же тоже что-то стоит, ну, в этом смысле, да. То есть это что-то такое сверх меры, да, какая-то плата, о которой не говорили. Ну, в общем, да, здесь по этому поводу есть масса, я думаю, есть масса вариантов. Есть парадоксальность, может быть, или жизненность ситуации, я бы сказал, в том, что я думаю, что если вот собрать мнение коллег-специалистов, это мнение будет почти одинаковое, ну, по поводу подарков. Но то, что казусов с подарками произошло очень много, и масса специалистов могут вспомнить истории с подарками, я думаю, что это тоже есть. То есть, ну, подарки приносятся, не знаю, может быть, даже и специалисты дарят что-то в ответ на Новый год. Ну, если у нас возникнут такие истории, можно было бы их услышать. — Интересно. Вообще, подарки, мы уже обсуждали как-то две передачи назад, да, стоит ли дарить подарки детям в детских домах, и тема так тоже была живоподхвачена нашими телезрителями, потому что с кем вот удалось встретиться после этого, и кто сказал, я вот видел вашу программу, и такая неоднозначная тема. — Вот подарки, да, действительно, зачем мы дарим подарки, почему мы ждем этих подарков, вот в чем какой-то символизм, смысл вот этого дарения, на ваш взгляд? — Большущий вопрос. В чем смысл? Ну, наверное, каждый, ну, как минимум, если подарок возникает на столе, то как минимум там могут быть два смысла. Один смысл, который вкладывает сам дарящий, ну, возвращаемся в кабинет к психотерапевту или психологу, а второй смысл — тот, который вкладывает, находит сам специалист. — Здесь, кстати, идея, мне вот эта очень нравится идея, ведь ничто, по большому счету, заранее, мне нравится эта идея, ничто, по большому счету, заранее смысла не имеет. Ну, то есть подарок сам по себе не является вместилищем смысла. Он может быть только осмыслен, да, то есть мы вкладываем смысл, то есть я как пациент вкладываю какой-то смысл в подарок, то есть когда я его покупаю, в нем нет смысла, смысл появляется, да, и когда специалист получает этот подарок, он может в этом подарке, он может в этом подарке слышать смысл человека, ну, например, вот вам подарок со смыслом, да. — Я думаю, что любой психоаналитик, обладая вот своим объемом знаний каких-то, да, он подарок там может, я не знаю, по полочкам разложить вообще его смысл, вплоть до уничтожения отцовской фигуры, да, чем любят заниматься психоаналитиками, я имею в виду интерпретациями разными. — Но поскольку идея психоанализа... — Ну, не всегда же пациент, когда дарит подарок, он именно вот такие желания какие-то разрушительные преследует. — Я думаю, что штука здесь в том, что если мы говорим о специалистах, ориентированных аналитически, то в основе психоаналитического подхода лежит герминевтический подход, то есть идея толкования, то есть при желании все может быть истолкованным, может, ну, то есть не воспринято буквально, да, а нужно это как-то особым образом прочитать, то есть герминевтика, ну, как такая часть научного подхода, возникла намного раньше психоанализа, то есть всегда какие-то книги, ну, например, «Священное писание», оттуда это пришло, да, какие-то базовые книги нуждались в толковании, их нельзя было буквально прочитать, да, возьмите там Библию, ее нельзя, ну, ее можно читать буквально, но каждый соображающий человек скажет, что там заложен определенный смысл, да, вот и в подарках этот герминевтический подход, ну, присутствует, он развит, поэтому те, кто проповедует, не обязательно это психоаналитики, да, но те, кто, да, даже люди все равно пытаются какой-то подтекст прочитать в подарок, что ты хотел, как в песне, да, что ты имел в виду, да, что он имел в виду, что подарил мне веточку, да, или вот кто-то мне подарил шишечку, что это значит вообще, это вот какие-то такие отношения он хочет со мной установить, или она, да, когда дарит тот или иной подарок. И, наверное, вот то, о чем вы сейчас говорите, является частью новогодних сессий, или частью новогодних встреч в кабинетах психотерапевтов и психологов, когда подарок раскрывается. Я имею в виду, что когда вот поиск этого смысла осуществляется, да, а что вы хотели этим сказать, или что вы хотите этим сказать, кроме того, что вы хотите часть вещества материального передать, с этой стороны стало на ту сторону, да, вы что-то хотите еще этим сказать, да, и я ведь это как-то понимаю, что здесь, ну, есть некий текст, некое сообщение, да, и, в общем, если терапия налажена, если терапия доверительна, если отношения имеют какое-то, ну, уже продолжительное время формировались, то вот это раскрытие подарка, оно может, ну, осуществиться, да, могут появиться те смыслы, которые, ну, человек подозревал или подразумевал, но это было дарящее, но это было не так очевидно, может быть, для него. Какие подарки вы дарите, уважаемые телезрители, полезные, бесполезные, отличаются ли подарки на Новый год от подарков на день рождения? Какие у вас мысли по этому поводу? Ждем звонков. Телефон в студии 202-11-22. Я еще хочу сказать, что, видите, специалисты, если посмотреть сейчас социальные сети, там масса каких-то таких есть, ну, подарков, проводим консультации с 50-процентной скидкой, да, ну, потому что Новый год, или в эти новогодние праздники я дарю вам свое время, ну, пишет какой-то специалист, да, там одну бесплатную сессию, где вы сориентируетесь, нужно вам или не нужно, но это вот такая промо-акция такая, да, приуроченная. Ну да, такой маркетинговый ход. Маркетинговый ход ориентированный, упакованный, очень тепло, там все же у нас спаяно, да, тепло и зарабатывание денег иногда очень. И выгода, и власть. То есть я с вами по-теплому, потому что мне это выгодно. И конкуренция. Ну, потому что нам двоим, может быть, это выгодно, да, вот, и это к вопросу, наверное, о том, что специалисты могут или пытаются подарить, да, потенциальным посетителям, потенциальным клиентам. Ну, вот, наверное, такие подарки со стороны специалистов бывают. Вы уже приготовили подарки, Алексей? Для кого? Ну, я не знаю, кому вы дарите подарки. Неожиданный вопрос. Я таким образом устроен, хотя, я хотел сказать, что я таким образом устроен, что обычно оно во мне как-то созревает, но из абсолютного непонимания. Вообще, в наше время очень, мне кажется, очень трудно подарить подарки, особенно, когда немножко заморачиваешься. Я иногда заморачиваю. Ну, невозможно просто взять коробку конфет. Может быть, это беда, может быть, это профессиональное искажение какое-то. Хотя иногда можно взять и подарить его. То есть вы все-таки смысл вкладываете в подарки? Я думаю о том, что очень, наверное, трудно, может быть, иногда стоит выйти из того, что мы друг с другом общаемся. Что это, ну, подарок – это тоже своего рода сообщение. То есть я что-то хочу сказать человеку, ну, дорогому мне, наверное, да, дорогому и близкому на Новый год. Я что-то хочу сказать ему еще таким образом, чтобы это было не словами, а чтобы это было, вот, ну, как я сказал, кусочком материи таким, да. Вот. Может быть, это что-то, что могло бы сопровождать мои слова. Ну, в общем, я так расплывчато, но в моей голове примерно так это и существует. И обычно выглядит это таким образом. Я хожу вот такой немножко чумной, а потом вдруг, как сказали бы гештальтисты, все складывается. Пазл собирается, мои глаза на что-то падают, и я говорю, вот оно, то, что у меня там какое-то такое соединение происходит. Вот. И тогда этот подарок случается. Иногда я себя убеждаю, может быть, у кого-то из наших телезрителей такое есть, что необязательно этот подарок должен быть преподнесен 31-го, с 31-го на 1-го. То есть иногда вот этот процесс варения происходит дольше. Ну, там, захватывает первое, второе число. Если у меня не дрогнет рука, я могу себе позволить, но тогда эффект становится лучше. Это ложка, говорят, что дорогая ложка к столу, это ложка не совсем к столу, но мне нравится иногда и так, что подарки догоняют или появляются. Ну, с другой стороны, я думаю, до 13-го января, как минимум, все позволено в этом смысле. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, и раз уж я взялась немножечко приоткрыть вас как личность в этой предновогодней передаче, я хочу вам задать еще один каверзный вопрос. Приоткрыть меня как подарок. Ну, может быть, не совсем как подарок. Я знаю, что у вас есть опыт быть Дедом Морозом для своих близких. Каково это, быть Дедом Морозом? Мне кажется, это уникальная возможность сейчас услышать, что думает Дед Мороз, когда он общается, дарит подарки своим близким. Я думаю, что все мужчины об этом знают, или большая часть мужчин, о том, что дух Деда Мороза в них вселяется периодически. Причем это абсолютно никак не просчитывается. Не знаю, может быть, есть ангел, который влюбленных отстреливает, стреляет и вдруг попадает. А есть, возможно, какой-то помощник Санты или Деда Мороза, еще кого-то, да, который также выбирает мужчины и поражает их своими стрелами. Стрелой Деда Мороза, да? Стрелой Деда Мороза. Ну, какой-то такой ледышкой или, да, вот чем-то таким. Может быть, бородой, одним волоском. Ну, в общем, что-то происходит. Я не знаю этой механики. Что-то происходит, и вдруг я вот один из тех мужчин, я думаю, что другие мужчины тоже это знают. Вот с ним что-то такое случается, и он вдруг четко понимает, что в этот Новый год он должен быть Дедом Морозом. Я не знаю, как это работает. То есть это не каждый год происходит? Не каждый. Вот, я думаю, что это, я понимаю, что когда сегодня не я, Дед Мороз, точно кто-то другой. То есть в этом смысле абсолютное спокойствие, и в этом смысле я благодарен, что нас много, и, ну, стреляют в разных, и попадают в разных мужчин. Вот, не, ну, может быть, конечно, два года подряд, там, три года подряд, но это все равно сменная такая штука. Вот, а дальше все происходит как у влюбленных, на мой взгляд. Это, ну, ищется костюм какой-то. И, мало того, я уверен, что мужчины в этот момент неотличимы от Деда Мороза. Это не переодетые мужчины, это самые настоящие Деды Морозы. Вот я могу это с полной ответственностью заявить. Они в некоторой степени заколдованы. И говорить с ними на какие-то разумные, рациональные темы абсолютно в этот момент, ну, невозможно. То есть они перевоплощаются полностью, да? Полезают в валенки Дед Морозы, и все. Да, да, да. И я очень рад этому перевоплощению, потому что со временем вот такие события поселяют в голове очень четкую уверенность, которая, казалось бы, может быть, на более ранних этапах ушла, что Дед Мороз существует. Ну, то есть где-то раньше, когда ты мальчик, и ты ждешь Деда Мороза, потом ты вырастаешь, тебе говорят, что его нету. Ну, кто-то вот такую подлость совершает. Вот. И ты, будучи человеком трезвомыслящим, в общем, как бы говоришь, что есть такая игра новогодняя, вот, все в нее играют. И ты играешь, если ты молодой родитель, да? А потом вдруг ты вот становишься таким заколдованным, и ощущение, что Дед Мороз присутствует, оно становится очень четким, очень однозначным и не вызывающим никаких вопросов. И наверняка вы видели, что не только дети воспринимают Деда Мороза как Деда Мороза, но и взрослые включаются в эту игру. Даже, возможно, взрослые, которые узнают вас в этом образе. Я не знаю, что они там видят. Возможно, они видят какие-то осколки временно существующего человека. Но то, что вот эта магия взаимодействия, праздника, она, ну, ей абсолютно невозможно, не то, что противостоят. Мне кажется, что и желания-то ни у кого нет противостоять. Люди просто шагают в это, становятся мальчиками и девочками, которые... Участвуют в конкурсах Деда Мороза, да, хотят получить подарки какие-то. Даже если они на начальном этапе говорят, что у них все есть, они ничего не хотят, потом оказывается, что они хотят. Вот. И вот это взаимное желание встретиться с детьми и в себе, и в них, оно очень завораживает. И самим подарком в большей степени, ну, является эта встреча. Вот. У Деда Мороза много вещей, потому что, ну, так, если коротко и интересно, ему приходится искать снегурочку. То есть такую же ошалевшую немножко от выстрелов девушку, женщину, которая, ну, тоже попала вот где-то под этот обстрел, где-то в нее, ну, ее видно со стороны, то есть у нее другие глаза. И сразу видно, что это снегурочка. И Деда Мороза со снегурочками появляются обычно... Есть шальные Деда Мороза, я знаю, но обычно, если где-то вы видите шального Деда Мороза, обязательно где-то ходит одинокая непрекаянная снегурочка. И, ну, они просто ищут друг друга и обычно находят. Вот. Такие ситуации тоже я видел. Вот. Поэтому. И я думаю, ну, и знаю, что у них, как и у влюбленных, тоже по-разному бывает. Это взаимодействие заканчивается, чары падают. Вот. Вот. Иногда они как-то осматривают потом себя с головы до ног, говорят, что это такое было, больше ни за что. Но это от них не зависит. Вот. Не знаю, ответил ли я на вопрос. Но вот так это происходит. Да интересно, я слушаю завороженно, и, не знаю, у меня внутри прям такое предвкушение праздника зарождается. Его не было почему-то до этого момента, много суеты, много каких-то дел, которые нужно завершить и по работе, и в личной жизни. А вот я не пожалела, что я задала вам этот вопрос. У нас не так много времени осталось до конца программы. Может быть, еще какие-то предновогодние темы, или, может быть, пожелания какие-то стоит сказать нашему телевизору? Ну, поскольку я так в силу, не знаю, конструкции своей частенько больше серьезный, я вот, наверное, к пожеланию какому перейду. С Новым годом такая интересная штука, что мы сегодня говорили о том, что люди общаются друг с другом, но это не новость, естественно. Иногда люди… Новый год – это семейный праздник, и когда люди приходят в психотерапию, естественно, они в основном говорят об отношениях со своими близкими. Иногда говорят они о том, что понимать своих близких настолько сложно, например, матери и сыну, да, что они как будто с разных планет, с разных миров, вот. И у них есть надежда, например, у матери, которая приходит, что она найдет язык с ребенком. Вот, я желаю вам найти этот язык, не оставлять попыток и, ну, пробовать говорить подарками, словами, так, как вы умеете. И с наступающим Новым годом вас! У нас еще передача не заканчивается. Стоит ли подводить итоги, строить планы, писать их, или, не знаю, просто в мыслях проговаривать? Вот несколько слов об этом, может быть. Вообще, мне кажется, чем больше рекомендаций, мне очень нравятся люди, которые выслушивают рекомендации и делают по-своему. Они, как бы, знают, что есть какие-то вешки, какие-то это самое. Вот. В данном случае я, скорее, отношусь к людям, которые послушают рекомендации и сделают по-своему. Мне хочется поддержать тех людей, которые, скорее, не только следуют рекомендациям. Например, там, доктор сказал, надо писать дневник, и я пишу, как в знаменитом сериале «Ликвидация», мне очень нравящемся. Врач сказал мне пить молоко, я пью. Или, там, врач мне сказал ходить, и я хожу. Да? Вот все, доверие полное. Вот. Но важно еще, что там будет написано. Вот. И мне кажется, что Новый год, в первую очередь, это возвращение надежды. Может быть, для тех людей, которые чувствуют, что она стала очень тонкой, очень зыбкой, а может быть, даже куда-то пропала. Ну, год очень сложный. И хочется, чтобы вот эта надежда для кого-то на выздоровление, для кого-то на встречу, для кого-то на смену чего-то, от чего уже сильно устали, для кого-то на поиск новых идей, чтобы эта надежда была с вами. Вот, наверное, такая идея. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю передачу. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Дарите подарки, создавайте настроение, наряжайтесь Деда Морозом и Снегурочками, у кого как пойдет. Всего вам хорошего в Новом году. Всего доброго.